Приветствую вас. Я бы сказал несколько основных моментов, которые я бы выделил в вашей ситуации, да, в вашем тексте. Первое. Если вы живете с человеком, который по своему поведению, по своим взглядам, не соответствует вашим ценностям, то, скорее всего, вы себя продаете. Если вы себя продаете, значит, вы привыкли себя игнорировать, привыкли где-то в себе что-то подавлять, вот, и, соответственно, это то, что называется благотворной почвой для созависимых отношений, вот. То есть, я стер в себе подавляю, но в другом, надеюсь, это получится. Вот. Причем, в той части вашего текста, где вы пишете про то, что вы очень наперечивали за него, за своего мужа и прочее, у меня есть такое ощущение, да, что вы, вот, в связи, легко отдавали себя семье, там, мужу и так далее, но тем самым, как бы, задавили человека, своя опека и, в общем-то, превратили вопросов в такого достаточно пассивного партнера, вот, к которому ваша активность видится опасность, вот, которой он не умеет защищаться. Ну, надо сказать, что вы выбрали такого человека, тоже не случайно, в таком случае. Вот, но это не точно, это мое предположение, предположение просто. Эээ, дальше. Эээ, значит, поэтому начинать нужно с этого, с того, чтобы смотреть, что вы себе подавляете, выражать это, а дальше уже будет видно. Следующий момент, то, что вы, ну, у вас есть определенные страхи, вот, то есть желание сохранить свое восприятие мира в некой такой, вот, иллюзии, вот, не принимая реальность. С одной стороны, с одной стороны. С другой стороны, не принимая некую сторону себя, ну, например, не принимая сторону себя, что вы не сможете себя обеспечить на каком-то уровне, себя и ребенка, например. А, вот. То есть, как бы, это достаточно важный момент. Это все, а вот, часть, как бы, системы, что вы себя подавляете. При этом, обращаю ваше внимание, на то, что, ваше внимание, на то, что, ваше, подавляя себя. Вы, при этом, обособлено, ээм, эм, изолированно, эм, центрировано и, эм, требуете к себе внимания мужчинам. То есть спрашиваете его, а то, почему так холодно ко мне. Ну, пожалуй, вы завершаете одну из самых распространенных ошибок людей. Потому что такой вопрос, ну, не делает ведь человека к вам теплее, вы это знаете. Вы, первое, таким вопросом скрываете свои чувства, что происходит с вами в этот момент, а в этот момент вы чувствуете совсем другое, не то, что говорите. А с другой стороны, вы подравляете другого человека тем, что это звучит как обвинение, это звучит как агрессия на него, так как ему бы надо помочь выразить то, что беспокоит уже его. Но и этого не происходит. Я вас сейчас не хочу обвинить, а просто говорю, что надо бы учиться общаться конструктивно, учиться общаться чувственно, учиться выстраивать именно близкие отношения, близости. Мне кажется, вы этого не умеете. Это всё практика, это всё на практике делается. Вот. И последнее, что я хотел бы сказать, это про варианты ваши. То есть, вот вы говорите, что, значит, боюсь финансовой нестабильности, с ним тоже нехорошо. Такие варианты. Здесь вы играете в психологическую игру «Да, но». Вот я на самом деле больше не буду ничего говорить, да, но под ответом на ваш вопрос, какие варианты, я вам в качестве ответа даю последующую наводку. Психологическая игра «Да, но». Берёте, прописываете в поисковик и изучаете после на терапию для коррекции такого поведения. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам начинать, мне кажется, как бы, работу с вами нужно именно того, чтобы замечать, отслеживать, отслеживать, замечать и выражать, реализовывать то, что вы себя подавляете. Выходите из игры психологической, в которой вы играете в том числе и с нами, со специалистами, к сожалению. И дальше, я уверен, ваша жизнь будет только лишь улучшаться, даже несмотря на определенную нестабильность. Удачи вам! Всего самого доброго!